Добрый день, уважаемые слушатели! Давайте проверим сначала связь. Слышно, видно? Поставьте, пожалуйста, немножко плюсики, если слышно, видно. Отлично, всё-всё поняла, слышно, видно. Спасибо огромное! Я рада всех приветствовать на нашем вебинаре. Сегодня у нас тема интересная, всегда она пользуется таким повышенным интересом и спросом. Поэтому попытаемся сделать такой обзор и сказок, то есть народных, авторских и финансовых сказок. Спасибо огромное! Эмоции зашкаливают. Давайте начнём наш вебинар, у нас со связью всё хорошо. И я хочу вам пожелать в самом начале вебинара, как обычно, это здоровье и, конечно, финансовое здоровье, и финансовое благополучие всем, потому что от финансового благополучия зависит наш настрой, наше настроение. Кто со мной ещё не знаком, да, то есть у нас уже была серия вебинара, и сегодня, ну, практически год, как у нас на площадке Директ Академия. Я веду вебинары именно по финансовой грамотности для преподавателей. У нас есть сообщество, и нашему сообществу сегодня тоже год. Это сообщество «Финансовая грамотность для педагогов и родителей ВКонтакте». Можете присоединяться, ссылочки в презентации все активно. Ну и в конце вебинара я ссылочки могу разместить в группу. А также, кому удобно на Фейсбуке, у нас «Финансовая грамотность для педагогов». Есть группа тоже в Фейсбуке. Это тематические сообщества, то есть мы общаемся только в рамках направления именно финансовой грамотности и как её преподавать, как общаться с детьми. Ну и есть разделы «Личные финансы», то есть для просвещения нас как граждан именно по финансовой грамотности. Итак, как всегда, начинаю вебинар именно с нормативных актов. То есть я хочу с точки зрения именно методической, потому что я была на многих вебинарах и на площадке «Банка России», и на площадке различных фестивалей финансовых. Так, если кому-то не слышно, я сейчас могу свою громкость немножко увеличить. Боюсь, что мой голос в рамках вебинара может вам немножко резать слух, тогда уменьшайте, пожалуйста, громкость, кому будет сильно громко. Итак, с точки зрения именно методиста, то есть подхода методического к обучению детей финансовой грамотности или экономическому воспитанию. Так, здесь не буду отвлекаться на чат, хорошо? То есть у кого нет звука, перезагрузите страничку, пожалуйста, возможно, у вас просто сбой. Я всегда начинаю именно с нормативных документов. Давайте для тех, кто только к нам присоединился на первый вебинар, потому что все, кто слушал серию вебинаров, вы уже эти документы знаете. У нас в стране, государством утверждена стратегия повышения финансовой грамотности с 2017 по 2023 год, то есть на уровне уже государства. До этого были программы повышения финансовой грамотности, но на уровне Минфина. Сейчас уже это государственная политика. Разработан план мероприятий по реализации этой стратегии, разработана дорожная карта. И что самое главное, почему мы вообще здесь, как педагоги, с вами собираемся, что в этой дорожной карте и в плане мероприятий, и уже в новых стандартах ВГОСАП, то есть во новых ВГОСАП 3++, те, которые утверждены, вы можете найти на сайте ВГОС высшего образования ВГОСАП и на ВГОСАП по основному дополнительному образованию и дошкольному образованию. То есть здесь у нас ссылочки на сайт вгос.ру, под пунктом пятым я даю, там стандарты ВГОСАП для различных уровней образования. Так вот, в нашей дорожной карте и в плане реализации прописано, что в обязательном порядке финансовая грамотность уже входит в образовательные программы на всех уровнях, то есть начиная от детского садика. Теперь давайте с вами кратко пройдемся. Здесь у меня нет отдельного отражения, но чисто методически. У нас на уровне государства, кто занимается повышением финансовой грамотности и методическим сопровождением наших педагогов. Смотрите, у нас на базе ведущих вузов созданы федеральные методические центры по финансовой грамотности. Один из таких методических центров, который занимается именно уровнем школьного образования, всех уровней школьного образования и среднепрофессиональным образованием, это федеральный методический центр высшей школы экономики. Ссылочки здесь потом в конце презентации будут, и в других вебинарах я всегда даю ссылки. Кроме этого, у нас в этом году распоряжением правительства принято расширение федеральных методических центров. Еще один федеральный методический центр у нас уже несколько лет работает на базе Московского государственного университета имени Ломоносова, Михаила Васильевича Ломоносова, то есть при МГУ. Он занимается сопровождением педагогов вузов. И еще подключились федеральные методические центры, которые работают по финансовой грамотности именно взрослого населения. Это федеральный методический центр при финансовом университете, при правительстве Российской Федерации и Плехановской академии. Но дальше будем следить, как будут развиваться эти центры. Кроме этого, у всех дошкольных педагогов, а у нас, судя даже по тому, как вы представлялись, коллеги, сегодня в чате, у нас всегда наибольше всего педагогов именно дошкольного образования. Дошкольное образование, методическое сопровождение курирует Банк России. И у Банка России есть портал «Финансовая культура». Просто можно в поисковике задать «Финансовая культура», и вы выйдете на портал. И там есть материалы для преподавателей. И есть парциальная программа экономического воспитания дошкольников от Банка России с методическим сопровождением, с раздаточным материалом. То есть очень интересная программа. Я в своих предыдущих вебинарах не раз ее упоминала. Просто сегодня для тех, кто к нам присоединился, я пытаюсь увести вас в тему «Финансовая грамотность» именно с точки зрения педагогов. Кроме этого, для дошкольного образования, обратите внимание, пункт 7. Министерством образования разработаны, это до внедрения, то есть Министерством просвещения сейчас, разработаны методические рекомендации, и все ссылочки активны, можете зайти и открыть их, по экономическому воспитанию дошкольников. Кроме всего прочего, в каждом регионе есть институты развития образования, то есть где ежегодно обновляются методические рекомендации для педагогов, и вы можете обращаться в эти институты, если у вас возникают какие-то сложности. Я думаю, что должна быть взаимосвязь между этими институтами и Министерством образования. Ну, по крайней мере, об этом говорили на последнем вебинаре Банка России вот с педагогами в Дальневосточном округе, что сейчас Банк России заключил со всеми регионами через Министерство образования именно договоренности о повышении педагога финансовой грамотности. И еще Банк России создал такой список опорных детских садов, этот список тоже размещен на портале «Финансовая культура». Есть также список школ, с которыми работает Банк России непосредственно по своим подразделениям. И есть список вузов, с которыми тоже сотрудничает Банк России. Поэтому методическая помощь сейчас растет. Вот я такой краткий обзор, на что обращать внимание. Когда мы разрабатываем программы, если спуститься уже на уровень обычных педагогов, соответственно, конечно, мы с методической частью дошкольного образования либо школы разрабатываем эти программы. В соответствии с чем? Есть основные образовательные программы. Ну, сейчас последние сведения появились, что хотят отменить их. Но, тем не менее, пока они действуют, и есть примерные образовательные программы. Каждое образовательное учреждение разрабатывает свою образовательную программу, в которую включаются что? Это рабочие программы педагогов. На основании чего? На основании учебного плана. Ну и, соответственно, направленности политики. И в каждую программу еще включаются, кроме федерального, региональные компоненты. То есть даже при разработке именно программ финансовой грамотности учитываются региональные компоненты, то есть особенности региона, история региона, ну и так далее. Об этом мы поговорим еще на одном из вебинаров отдельно по именно разработке программ, хотя у нас уже такие вебинары были. Так, вы меня еще не потеряли? В чат что-то у нас немножко заснул. Итак, переходим непосредственно уже к нашей теме. Да, то есть еще раз напомню вам, что финансовая грамотность – это не экономика в чистом виде, а именно умение отдельного человека, гражданина управлять своими личными финансами. Для чего? Для того, чтобы… Да, добрый вечер. У кого-то уже настрана огромная, у кого-то день, вечер. Управлять именно своим благосостоянием. Ну и наша тема. Если мы говорим о сказке, я думаю, что вам это высказывание знакомо, эта цитата, которую я сегодня взяла как бы в основу вообще как бы продвижения вебинара, да, то есть что глаза ребенка должны блестеть огоньком, то есть ему должно быть интересно. Вы никогда не сможете заставить ребенка учиться, тем более по такой сложной теме, как финансовая грамотность. Но эта тема сопровождает ребенка практически с самого рождения, потому что ребенок наблюдает в семье до того, как он попал вообще в образовательную систему, он в семье наблюдает за обычной жизнью, за ведением хозяйства в семье, за тем, как родители тратят деньги, что такое деньги. То есть малыш уже с этим знаком, и его интересует это слово «деньги». И когда малыш начинает расти, то есть с чем с первым он знакомится? Ну, конечно, со сказками. Что такое сказка? Ну, сегодня так просто вот хочу, люблю статистику, да, оставила, у меня в прошлом году тоже был вебинар на эту тему, оставила вот статистику прошлого года, потому что, ну вот по таким исследованиям по сказкам ничего не нашла. Ну, здесь, чтобы как бы немножко все-таки статистики привлечь, что все-таки дети верят в сказку, и статистика это подтверждает. Было опрошено 3000 родителей, то есть 3000 респондентов, по 300 родителей детей каждого возраста. Ну, и вот такие результаты. Верят ли дети в Деда Мороза, ну, другими словами, в сказку. Ну, и вы видите, что у нас с 3 до, ну, практически 9 лет, да, даже 10, половина детей, больше половины детей верят в Деда Мороза, а значит верят в чудеса и в сказку. Это просто здорово, потому что, ну, как бы мир он сложный, и чем дольше ребенок будет верить в такие чудеса, что он сам может эти чудеса делать, я думаю, что доброты будет больше. Но здесь есть и другие мнения, сейчас мы тоже с ними познакомимся. Многие, те, кто родители, которые после 2000-х годов, да, то есть родились в конце 90-х, в начале 2000-х, вот статистика говорит о том, что эти родители вообще не верят в сказки. Ну, вот с этим исследованием можете познакомиться по ссылочке. Что такое сказка? Я думаю, что вы все прекрасно понимаете, что это такое, да, то есть обычно мы начинаем знакомить детей чаще всего с народными сказками, то есть основная структура любой сказки – это какое-то событие. В этом событии участвует кто? Есть герои в сказке, да, есть герои обычно добрые и, ну, антагонисты, то есть те, которые противопоставляются доброте и с кем борется этот герой. Ну, это могут быть какие-то фантастические или волшебные силы. И обязательно у нас в сказке проживается опыт. И причем в сказке у нас используется, что не только для детей, конечно, но и для взрослых. Если мы говорим о педагогике, то исследования, ну, вот нет единого этого мнения, что такое сказка, до сих пор ведутся исследования, но тем не менее сказок много, и сказок, кроме народного творчества, то есть передачи такого глубинного опыта народного, то есть у каждого народа есть свой такой багаж сказок, и вы их прекрасно знаете, да, что даже на территории России у нас многонациональная страна, у каждой народности есть... Да, я согласна, что верить или не верить, сейчас мы об этом еще поговорим, но при помощи сказки проще ребенку объяснить и прожить вот этот опыт и страхи. Мы сейчас дальше немножко затронем эту тему. Так вот, я говорю об опыте таком народном, да, то есть это передача из поколения в поколение устных пересказов. И собирать сказки, ну, обычно начали где-то записывать их с конца прошлого, позапрошлого века, и сейчас до сих пор есть исследователи, но по большей части это лингвисты или философы, это ученые, да, то есть когда готовлюсь к этой теме, я всегда поднимаю исследования ученых, есть диссертации на тему педагогического образования и сказки как одного из направлений образовательной технологии. Есть психологи, которые занимаются исследованием, и начались, если вы знаете, да, знаменитые психологи, это Фрейд, Йонг, они тоже ссылались на сказки. И сказка, это для ребенка, это прожитие опыта, да, то есть ребенок, он погружается в сказку, он проживает, он ставит себя на место этих героев, проживает вот этот опыт внутри сказки и пытается, ну, как бы бороться со страхами, чаще всего, если с точки зрения психологии, то ребенок, как бы, перекладывает свой опыт борьбы со сказками. Ну, я так для себя, да, то есть кратко обозначила основные цели обучения, ну, направления, да, обучения и воспитания. То есть педагоги используют сказку как обучение и воспитание для того, чтобы общаться с детьми. Но не всех детей можно, возможно, есть дети, которые не верят в сказки, не всех можно насильно обучить, да, то есть погрузить в сказку. Для этого существуют еще авторские сказки. Родители сами придумывают сказки, педагоги тоже сами придумывают сказки. Чтобы повысить, ну, как бы, вовлеченность детей, сказки не всегда верно просто читать. Сказки иногда требуют просто рассказчика. То есть когда педагог рассказывает сказку, или родитель, да, то есть ребенок глубже погружается. А еще кроме рассказа нужно проводить анализ сказки. То есть с точки зрения ребенка, это все-таки опыт, прожитие опыта. Сказки бывают разные. Вы знаете, что сказки погружают детей в разные страхи, борьба со страхами, познание мира, познание как бы человеческого общения, хитрость, там, допустим, находчивость, смекалка, добро, зло, жадность и щедрость. Ну, то есть вот эти все грани человеческого общения ребенок начинает познавать на различных сказках. И самое главное сейчас исследование, да, это развитие именно эмоционального интеллекта. То есть сказки все-таки помогают управлять своими эмоциями. Не всегда это прямо русские народные сказки. Это чаще всего какая-то сказкотерапия. Ну, например, с дочкой в разном возрасте, начиная где-то с двух с половиной, наверное, лет, мы читали разные сказки. И про капризных детей, и про то, как ребенка уговорить покушать, ну и так далее. И вот она сейчас вспоминает, сама поднимает некоторые книги, перечитывает, ей это интересно. Ну, вот именно с точки зрения психологии. Что такое сказка именно для педагога? То есть как он ее должен использовать? И как сказка развивает педагога? Я думаю, что прежде чем преподносить, да, и преподавать именно при помощи сказок, педагог сначала проводит исследования. То есть подбирает сказки под ту тематику, которая ему необходима. Ну, естественно, развиваются аналитические способности и творческий потенциал. Ну, я думаю, что эмоциональный интеллект педагога тоже улучшается. То есть потому что для того, чтобы рассказать сказку и вовлечь детей, тоже нужно уметь управлять своими эмоциями. Ну и самое главное – уметь подбирать сказку, уметь анализировать, интерпретировать. Именно экономическую сказку, если мы берем экономическую сказку. Вот здесь подход как бы различных специалистов противоречивый. Ну, например, экономисты, которые практики, которые видят, как народ у нас покупается на финансовые пирамиды, на мошенников. Это одна из таких сейчас самых больных тем. Я думаю, вы сами тоже заметили. Немножко вот отступлю в эту сторону. Еще раз предупрежу, что сейчас… Ну вот буквально я начинала вебинар, у меня звонок номер 900 и еще несколько номеров. Номер 900 – это номер Сбербанка. Работники Сбербанка практически никогда не звонят. То есть это мошенники. И вот некоторые сказки, я здесь соглашусь со специалистами, они пытаются, если их просто ребенку прочитать, и не трактовать, и не спрашивать у ребенка, а что он понял из этой сказки, а как лучше было, а герой правильно поступал или неправильно. То есть вот сказка «По щучьему велению». Все помнят, да? То есть и много еще подобных сказок, когда вот здесь Емеля, еще у нас есть Иван Дурак, такой дурачок, да, Иванушка Дурачок, такой любимый герой русских сказок. Вот когда он при помощи хитрости, при помощи, может быть, смекалки, ну иногда обманным путем, он добивается своих целей, часто богатства, да, то есть вот «По щучьему велению», то есть он не работает, вот он щуку поймал, и щука ему исполняет все его желания. Так вот экономисты здесь, конечно, против такой сказки и трактовки, именно что человек может получить богатство просто с потолка, да, то есть ничего не делая, потому что именно вот с этой точки зрения нужно пересказывать сказки детям, да, что «По щучьему велению», конечно, это хорошо, это именно вот сказочные события, а в реальной жизни, то есть всегда нужно трактовать эту сказку с точки зрения реальной жизни и, может быть, даже переписывать эту сказку, чем сейчас занимаются в рамках различных конкурсов, мы об этом сегодня тоже поговорим. То есть нельзя просто брать любую сказку, идти к детям и, ну, читаем и думаем, что это экономическая сказка. Нет, так педагогу поступать не стоит, педагогу прежде всего самому нужно проанализировать, с чем он идет к детям, какие компетенции он хочет вот при помощи этой сказки привить детям. То есть сначала нужен такой анализ своих компетенций, анализ самой сказки с точки зрения экономического такого рассказа, либо, если вы не можете подобрать сказку, а хотите какую-то тему озвучить, то можно вторым путем пойти, то есть написать авторскую финансовую сказку и, кроме этого, еще поучаствовать в каком-нибудь из конкурсов. Сейчас тоже кратко об этом расскажу. Так вот, чем же должны обладать дети, то есть базовый перечень финансово-экономических понятий, с которыми мы знакомим дошкольников. Эти таблички я не сама нарисовала, эти таблички, которые здесь я взяла, именно из методических рекомендаций Министерства просвещения для дошкольных педагогов. То есть обратите внимание, достаточно обширно, для дошкольников 5-6 лет, это у нас какая, старшая группа, с какими понятиями мы должны познакомить ребенка и описание этих понятий. То есть вы это все можете в своей программе даже прописывать и уже под эти понятия подбирать технологии обучения. Одной из технологий это может быть сказка, а может быть вы будете ставить спектакли, сказочные какие-то спектакли, сценарии и так далее. И обратите внимание, кроме этого есть еще перечень базовых финансово-экономических понятий для дошкольников подготовительной группы, то есть уже для старших дошкольников, которые дальше пойдут в первый класс. То есть немножко различаются понятия, может быть они спорные, я бы может быть даже объединила какие-то понятия вот с предыдущей табличкой. Здесь у педагога в принципе это только ориентир. Минобор делает только ориентир на эти понятия, вот прямо во вгусе нигде это не прописано. Поэтому можете просто брать как за основу. И теперь, что нужно сделать, если вы хотите именно работать со сказками и подбирать сказки. То есть вы берете, выбираете понятия, с которыми вы будете знакомить детей, ну естественно смотрите, что это понятие означает, что должен узнать ребенок, рассматривая это понятие, ну такие базовые понятия. И дальше, что мы делаем? Мы под эти понятия пытаемся подобрать сказки, пытаемся проанализировать эти сказки. Есть уже примеры, методические рекомендации педагогов, которые прошли этот путь. То есть они пытались интерпретировать эти сказки с точки зрения экономики. А есть примеры, когда эти сказки полностью, ну вот под таким названием, но они переписывались, ну то есть с точки зрения новой интерпретации вообще, как рассматривать эту сказку. Если мы просто читаем сказку, ну например понятие труд, что мы можем в сказке теремок, какие понятия разобрать? Помните? Героев. Да, то есть... Да, тоже соглашусь, Александр. Мы сейчас для среднего звена, для школьников мы тоже перейдем, а у нас небольшой обзор у меня тоже будет. Так вот смотрите, в сказке теремок, что мы разбираем? Там у нас есть герои, которые ведут совместное хозяйство, и каждый из них делает отдельную работу. Приходит медведь, который разваливает им этот теремок. Но можно на этом закончить сказку, в некоторых книжках она заканчивается, как русская народная. А можно просто продолжить, что все-таки медведь осознал, что он сделал, и предложил построить новый теремок. И все друзья, все те, кто жили в теремке, они дружно взялись за строительство нового теремка и ведение нового хозяйства. Есть у Федорина горе, в детских садах очень любят по этой сказке различные мероприятия, сценарии, спектакли ставить. То есть здесь тоже можно по-разному интерпретировать. Возьмем сказку «Петушок и бобовое зернышко». Я вот все это в понятия труда писала, там можно расширить, конечно, эти понятия. Но в бобовом зернышке, помните, что чтобы петушку маслом горлышко смазать, петушок должен обратиться к нескольким героям, то есть персонажам сказки, для того, чтобы это маслица получить. То есть это здесь уже можно, вот разделение труда, что продукт, вот он создаётся при помощи труда различных людей. Поэтому разные сказки мы можем интерпретировать по-разному. Ну, потребности и возможности. Вот здесь очень часто любят приводить в пример сказку о рыбаке и рыбке, авторскую сказку Пушкина. То есть когда потребности были высокие, возможностей не было, и когда человек получает какие-то ценности, ну, как говорят, они приходят к нему легко, и он это не ценит, то так же можно говорить и о старухе, которая не оценила. То есть по своему уровню развития ей достаточно, в принципе, было просто новой избы и нового корыта. Она не оценила. Ну, и здесь можно говорить о жадности, о том, что как бы деньги, когда человек получает эти деньги, они требуют еще больших денег, да, а дальше старуха вот в конце, что ей захотелось, когда она уже статус поменяла, ей захотелось власти. Вот здесь, ну, многие с этой точки зрения анализируют. Можно с других позиций проанализировать. Ну, для денег, да, вот я попыталась привести сказки, с чем мы знакомимся, с мухой цокотухой, да, вот если денежку, очень много детских книг с рисунками, с этим рублем, который муха нашла, и пошла она куда, то есть за деньги покупать себе самовар. Ну, здесь можно тоже с разных позиций трактовать. Помните, еще мультик есть по сказке индийской «Золотая антилопа», где жадный Раджа просил очень много денег антилопа своими копытами, там, в принципе, завалило его, и он в этой куче погиб, да, то есть от своей жадности. Вот каждую сказку можно с разной позиции трактовать. И поэтому педагогу нужно уметь анализировать сказку и анализировать с точки зрения вот именно в данном случае, если мы говорим об экономической составляющей, то с точки зрения экономической составляющей. Ну, какие вы сказки вот можете еще, кроме тех, что у меня здесь указано, именно о деньгах. Кто-нибудь может вот так на вскидку предложить сказку, связанную с деньгами, богатством, из русских народных или из авторских сказок? Можете в чате писать, если есть такие сказки. То есть сказок очень много, и много сказок народов. Да, Буратино, да, вот здесь у меня указано, согласна. И вот в Буратино можно и о том, как трудиться, что нужно для того, чтобы там получить профессию, нужно учиться, трудиться. И видите, как у Буратино не получилось. То есть здесь можно еще... Да, три толстяка тоже не указала, отличная сказка. А, вот даже про пяточек, про пяточка, барсучка и кошечку, честно говоря, даже и не знаю. Сказки северных, на горшочек варе, отличная сказка, да, молодцы. Как старик корову продавал. Вот посмотрите, куда я ее поместила. Я здесь как мужик корову продавал, да, почему написала. Это сказка Михалакова, но я больше ее поместила в рекламу, хотя здесь может быть в обмен, да, в продажу. То есть мужик так расхвалил свою корову, что понял, в принципе, что она ему и самому нужна. Ну, то есть вот именно действия рекламы. Да, и в гости лебеди. То есть практически любую сказку можно с точки зрения экономического смысла разложить по полочкам и рассказать, познакомить детей с каким-то направлением, да, именно с базовым понятием. Да, и вот чудо-дерево – это авторская сказка, да, тоже мы читали эту сказку, тоже интересный подход. То есть разные понятия, разные понятия можно, под разные понятия можно подобрать различные сказки, и причем каждый педагог может трактовать по-своему, и в принципе будет прав, да, потому что в сказках очень обширно можно рассматривать различные понятия, да, и сказки Бажова согласна. То есть видите, вы сами приводите различные сказки, и я думаю, что вы сможете вот под эти направления, то есть ориентируемся на базовые понятия и подбираем сказки, то есть проводим такую исследовательскую работу и аналитическую работу, а дальше интерпретируем, да, если вы хотите создать что-то свое, можно брать за базу какую-то уже известную сказку и немножко ее пересказать на новый лад. То есть вершки и корешки, да, вот «Мужик и медведь», вот она здесь в этом названии, то есть у них и названия разные, сейчас очень много разных книжек, вы сами замечали, что с абсолютно разными названиями может быть одна и та же сказка. Ну, я здесь привожу пример, и дальше у меня будут ссылки на эти примеры, где педагоги пытались анализировать, да, то есть пример анализа сказки с точки зрения именно экономических различных событий. Мы говорим о чем в данном случае? О том, что сказка, мы ставим цель, да, что мы хотим при помощи этой сказки, что мы хотим преподнести детям. И начинаем пытаться анализировать эту сказку с точки зрения вот этих экономических посылов. Ну, в принципе, я их уже обозначила, да, что у нас в этой сказке. Ну, вот автор данного анализа предлагает нам проанализировать такие экономические понятия, как товар, услуга, производство, именно сказки о рыбаке и рыбке. Ну, возможно, частично можно согласиться, да, почему? Потому что, ну, здесь как бы море как рассматривается как богатство, то есть природных ресурсов, то есть море производит природные ресурсы. Хотя здесь в сказке, ну, я бы не сказала, что здесь кто-то что-то производил, здесь больше идет добыча именно природных ресурсов, то есть старик ловил рыбу, у него было орудие труда, это невод, а вот он ловил рыбу, этим они питались со старухой. Какие у них были средства производства, ну, это невод, да. Старуха занималась домашним хозяйством, у нее была, у них была изба, у нее была разбитая корыта, вот самая ее главная потребность, то есть чем человек беднее, тем меньше потребности, да, то есть первая ее потребность была о чем? О том, что ей нужно было корыта и новая изба, которая разваливалась. Здесь с точки зрения социально-нравственных качеств автор пытается анализировать, ну, и подбирает вопросы с точки зрения именно экономической профессии. Еще раз повторюсь, это пример, да, я не назову его идеальным прям примером, но здесь как пример, потому что в детском саду, вот в принципе сказку о рыбаке и рыбке я бы все-таки больше не в детском саду, а именно в школе ее рассматривала, ее даже в старших классах предлагают интерпретировать, ну, уже с таких более серьезных позиций экономических, потому что в детском саду вот понятие банк, кредит, ипотека, налог, ну, будет достаточно сложным, да, то есть все-таки детям интерпретация более простых занятий. Ну, в детском саду я бы еще предложила какую сказку, вы тоже ее упоминали, сказка «Три поросенка», очень ее любят с точки зрения интерпретации именно того, как создают герои, ну, то есть с точки зрения труда и создания ценности этого труда, то есть легкомысленные два поросенка, которые не хотели трудиться, и в конце лета очень быстро, то есть они все лето не трудились, а в конце лета быстро построили свои хлипкие домики и волк их развалил, раздул, то здесь вот с точки зрения труда третий поросенок, наф-наф, да, он более серьезно подошел, и он вложил эти деньги. Многие воспитатели на базе вот этой сказки о «Трех поросятах» целый сценарий своих сказок, да, то есть продумывают и рассказывают на примере и что такое деньги, и что такое товар, то есть вот чтобы построить прочный дом, нужно вложить деньги, и что два поросенка первых они сэкономили, да, 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 вот и Балда тоже, «Апопеи, его работники, Балде» тоже сказка, но я думаю, что это тоже вот сказка ближе уже к школьному возрасту. Ну, хотя вот я здесь объединила, да, в вебинаре дошкольников и младших школьников, ну, то есть если мы совсем уберем малышей, то есть там курочка-ряба, репка, что у нас еще из сказок есть, колобок, можно сказку колобок там отнести, и к ресурсам, да, которые, вот, то есть трактовать, ресурсы, которые и были у людей, то есть у деда с бабкой вот денег не было, у них экономия на всем, они там по сусекам скребли, чтобы испечь колобка. С другой точки зрения социализация, то есть колобок не хотел сидеть дома, он вышел не только за порог, но и в лес ушел, и реклама, это колобок себя рекламировал и хвастался, да, что он такой красивый, от всех ушел, и обмен там можно посмотреть, да, то есть он что обменивал свою жизнь на песенку, то есть «Не ешь меня, я песенку спою». Ну, то есть вот с разных позиций можно любую сказку истрактовать с разных позиций. Поэтому здесь как бы очень широкая, да, вот про труд и то, что время тратили зря, да, то есть стрекоза и муравей. Но здесь вот в басне Крылова, Елена, ну, сложно ее, да, тоже трактовать, то есть подходить с точки зрения, что муравей все-таки, ну, вот, как бы спасал еще, да, стрекозу, которая все-таки не трудилась. Ну, вот, это нужно уметь трактовать, вот с какой позиции вы собираетесь эту басню, именно экономическую трактовку этой басни, потому что здесь, ну, вот я бы ее не стала использовать, эту сказку, потому что мне было бы сложно объяснить детям, почему стрекоза не трудилась, но тем не менее она получает благо, да, и именно от муравья, который все лето трудился. Здесь я небольшую подборку книг предлагаю. Это книги все, которые за деньги, да, то есть это те, которые на книжных полках магазинов. И вы видите, вот, история монетки, это вот если хотите знакомить детей вообще с деньгами, что такое деньги, как появились эти деньги, в каком виде они сейчас существуют, это вот в этой книжечке. Если чисто про сказки и вот сказочные истории, сказочных героев и как с ними прожить, вот, то можно сказ про то, как Иван царство спас, откуда берутся деньги, тоже интересная книга. Чуть старше, вот старший дошкольный возраст и младший школьный возраст, это можно книги Бода Шефера почитать, либо Татьяны Поповой, вот «Волшебный банкомат», и я дальше вам еще привожу здесь уже в электронных ресурсах. посмотрите, пожалуйста, вот тот анализ сказок, там их много, это «Педагоги детского сада Улыбка» провели, это в PDF-файле у них доступно. Дальше просто мне понравился портал «Сказки и рассказы» для разных возрастов, там не с точки зрения экономического, а вообще смысл сказки буквально одним предложением, о чем эта сказка и очень удобно для подбора, да, то есть подходит вам или нет. «Картотека финансовых сказок», вот для детей 5-7 лет тоже с анализом, да, именно с точки зрения экономической. Возможно, вы просто будете пользоваться этими материалами, но трактовать со своей точки зрения. «Сказки и рисунки о финансах» – вот один из примеров, как сейчас Минфин, региональное министерство финансов, у каждого из них практически есть портал о финансовой грамотности, и они очень активно участвуют в различных мероприятиях и в финансовом просвещении. То вот, например, портал Мурманской области, Минфина Мурманской области, они повесили в таком новом формате, да, я думаю, вы все знакомы уже подкасты, аудиоподкасты и даже социальная сеть аудио сейчас создана, это Clubhouse, и в Телеграм-канале появился голосовые каналы, ну и в разных других мессенджерах тоже есть, в принципе, голосовые. То есть для тех, кто не любит, скажем так, читать или просто пытается время сократить и что-то делая слушать, то очень удобно. И вот там есть несколько сказок на портале о финансовой грамотности. И, кстати, в группе я эти сказки вывесила, буквально вчера пост сделала при подготовке к вебинару. Кроме этого, ну, например, вот в нашем регионе Минфин очень активно много лет уже тоже занимается финансовым просвещением, и очень понравились конкурсы. Мы с дочкой, ну, год три, наверное, назад, когда этот конкурс объявляли, мы участвовали в нем. Это конкурс финансовой сказки. И даже дочка была победительницей в рамках детей от пяти до восьми лет, вот кто сказки. Потом по этим сказкам был конкурс еще рисунков, а в этом году они пошли дальше. И по этим же сказкам, ну и, возможно, другим, я не знаю, не участвовали в конкурсе, просто смотрела на сайте Минфина информацию, они провели конкурс, где детские сады, школы участвовали именно в театральных постановках этих сказок. И дети, ну вот, выбирали победителей, да, кто смог именно театрально донести, то есть смысл сказки. И в конкурсе, в жюри даже присутствовали именно члены артисты, да, то есть артисты театра, театра краевого. И еще у нас есть театр кукол. Он очень активно тоже включился в финансовую грамотность. Если вы зайдете на портал финграмота 26, то найдете там видео, пример о том, как театр включился. Он перед своими представлениями раз в месяц проводит такой показ финансовых сказок, мультиков, возможно, там, смешариков и так далее, но с разбором, с конкурсом рисунков и так далее. Многие библиотеки включаются, да, то есть это же прямое, вот прям направление библиотек, как привлечь читателей, то есть можно целые представления тоже в библиотеках, вот интересные сказки, конкурсы проводить. Очень обширное здесь, обширное направление. Экономический анализ сказок вот есть на портале инфоурок, можете тоже, это прям доступный материал. И из пособий учебных, ну, я бы порекомендовала именно для педагогов, да, то есть это сказки как средства экономического воспитания, Моисеева, ну, не знаю, да, соглашусь, Елена, не буду комментировать, можно про стрекозы и муравья, поэтому я и говорю, что здесь вот как бы я бы не стала брать именно эту сказку с точки зрения экономического. Либо нужно очень такую интерпретацию для детей, более понятную, да, потому что у детей всегда вопрос, почему, почему муравей помогает стрекозе, в чём там суть этой басни. И вот интересное пособие, финансовая грамотность, сценарий обучающих сказок в соответствии с ГосДО, это Стаховича Семенкова, ну, на портале Лабиринт можно приобрести эти книги. То есть для педагогов, ещё раз повторюсь, самое главное, не просто подобрать сказки, да, а проанализировать и попытаться сопоставить их с теми понятиями, которые они хотят донести до детей. И можно, конечно, интерпретировать. Вот здесь мы как раз говорим о сторителлинге, сейчас модное такое слово и направление, которое внедряют везде, да, и в рекламе, и в бизнесе, и, естественно, в обучении. Ну, это и есть. С моей точки зрения, что такое сторителлинг? Это рассказ истории, да, то есть это герой, обстоятельства обязательно, да, то есть сюжет прорабатывается, он борется с какими-то обстоятельствами, побеждает эти обстоятельства, ну, и желательно, конечно, чтобы был положительный конец. Поэтому многие сказки для детей, ну, не всегда нужно создавать, да, то есть такие вот прям идеальные условия. Во многих сказках как раз-таки мы видим, что не всегда герои побеждают, не всегда, но практически в 90 случаях, да, добро побеждает. Но, тем не менее, как бы, вот основы сторителлинга и написания финансовой сказки, собственно, я думаю, что это практически одно и то же, то есть вы должны выбрать героя, этот герой проживает какие-то события, и эти события обязательно должны быть обучающими для детей, то есть дети включаются в прожитие этих событий и приобретают какой-то опыт. Пусть этот опыт будет не всегда положительный, можно отрицательные, естественно, герои, там, обстоятельства, и обязательно, ну, когда мы пишем сказку, я думаю, что обязательно у ребенка должен быть выбор принятия решений. Обратите внимание, мы как-то обзор делали мультфильмов, сказочных мультфильмов и разработанных, которые есть. Есть такой интерактивный мультфильм про Бобренка. Ну, если вы зайдете в группу, недавно даже посты делала, вот обзоры напоминала, и у нас есть еще, напомните мне, ну, или в группу зайдите, у нас есть ссылка на интерактивную доску «Дети и деньги». Очень много мультфильмов, книг там собрано на этой доске со ссылками, с учебной пособией и так далее. Так вот, когда есть мультфильм, создан так, что у ребенка есть выбор. То есть, если я принимаю такое решение, то вот события будут развиваться таким-то образом. А если я поступлю по-другому, события тоже будут развиваться по-другому. Так вот, когда вы разрабатываете сценарий обучающих сказок, желательно это закладывать, чтобы у детей, ну, особенно если это групповое какое-то представление, был именно вот такой опыт выбора. То есть, от решения ребенка будет зависеть дальнейшее развитие событий в сказке. Я думаю, что это тоже стоит закладывать, когда мы говорим о написании сценариев сказок финансовых. Ну, и для младших школьников, да, здесь я чуть-чуть продолжила. И переходим вообще к школьникам, да, чтобы успеть как бы рассмотреть бегло уже остальные материалы. Смотрите, для младших школьников все-таки подходят сказки, да, но немножко можно там подобрать чуть взрослые авторские сказки. Но чаще всего мы говорим о младших школьниках, там до четвертого класса, и старшие дошкольники часто вот сказки у них примерно похожие, то есть их трактовать можно по-разному. Ту же сказку о рыбаке и рыбке даже в седьмом классе пытаются трактовать для школьников с точки зрения именно образовательного такого опыта экономического. Ну, вот опять опираемся, то есть чему мы хотим научить. Для школьников, тех, кто не... Вот сейчас педагоги, которые именно учителя школьные, кто не присутствовал на предыдущих вебинарах, немножко напомню, что на сайте Минфина есть разработанная рамка финансовых компетенций для школьников и для взрослых. И вот в этих рамках прописаны все компетенции. Я думаю, что мы на следующем вебинаре более подробно проговорим еще раз про компетенции педагога. Ну, вот с разного... Какими он должен обладать, чтобы он мог идти и учить в дошкольном образовании либо уже в школьном образовании на различных уровнях. Куда я вас отправляю? Ну, вот зайдите. Не вижу. Должна быть активная ссылка. То есть образовательный проект ПАК есть, где разные направления. Ну, больше он уже, конечно, для учителей. Здесь, я думаю, что можно для младших школьников вот использовать, смотрите, «Финансы в сказках Пушкина» и «Буратино и его золотой ключик». Это две таких викторины, интересных викторины. Пройдите их сами. Вот зайдите по ссылочке. Она просто не горит синим, но она активная, в принципе. Сейчас там дальше будет еще тоже входы на этот проект. Очень интересные викторины. Там буквально по 5-7 вопросов. Пройдите сами. Можете свои разработать викторины. Сейчас много онлайн-ресурсов. Ссылочка вот в самом верху здесь. И ссылочка вот она еще здесь, активная будет вот на «Буратино», на викторину «Буратино». Там ссылка одна. Вы заходите на вот этот ресурс образовательный. Можете даже через поисковик найти. Так, сейчас, если у меня здесь она, вот она есть. Есть я сейчас в чат вам сброшу ссылочку. Да, есть. Сейчас я сбрасываю. Ловите в чате. Вот там есть викторины, да? Я думаю, что активная. Вы проходите. Не буду сейчас демонстрацию экрана включать. Если на... Это в целом я вам сбросила. Сейчас пытаюсь зайти на «Буратино». Провисает немножко. Но я думаю, что это будет та же ссылочка. Сейчас я вам сброшу еще раз в чат. Я думаю, что это одна и та же будет ссылка. Да, они прямо одинаковы. Вы просто заходите на ссылочку. Там внизу 4 викторины. Вы выбираете свою. Можете пройти, посмотреть. Очень интересные викторины. А с точки зрения именно финансов. Для взрослых очень много различных викторин для старшеклассников. Но обратите внимание на этот образовательный проект ПАК. Именно отдельное направление. Здесь много направлений. И в информатике, финансе, и в математике. А здесь именно в литературе. То есть отдельный проект. И есть конкурс в этом проекте. Да, это еще одно направление проекта Кинопак. Но там тоже именно фильм. Посмотрите, сколько серий фильма. Именно сказка о деньгах. Здесь задействованы, опять-таки, герои. То есть герои на примере школьников. И, естественно, ученики будут ассоциировать себя с этими школьниками. И есть сказочный герой, который помогает преодолевать. То есть богатырь Иван, который помогает изучать, преодолевать разные трудности. И изучает вот эти темы. Посмотрите, я думаю, вам, как педагогам, это будет интересно. Вот этот сам образовательный проект. И, может быть, на его базе придумайте что-то другое. Кроме этого, Банк России с различными своими филиалами тоже разные сказки снимает. Опять-таки, приглашаю вас в группы. И вы найдете там очень много постов. Если я вам прям сброшу. Вот здесь, ВКонтакте, группа именно. Не обещаю, что в Фейсбуке там все продублировано. Но вот для воспитателей и учителей лучше даже группу ВКонтакте. Потому что там больше у меня образовательных материалов. И для родителей. Можете заходить, подписываться на наше сообщество. Потому что мы его развиваем. Там уже больше полутора тысяч педагогов, родителей, воспитателей, учителей. Ну, то есть, очень-очень большое количество людей уже. И мы постоянно развиваем наше сообщество. Можете заходить, подписываться. И все презентации по всем вебинарам вы там тоже найдете. И доску образовательную там прямо в меню. Поэтому приглашаю. Итак, образовательный проект. Вот ПАК. Очень интересно. И на нем же, вот здесь, на КинопАКе, вы найдете для воспитателей смешариков. Все серии смешариков с методическими рекомендациями. Ну, вот если уж мы говорим о сказках, да, это киносказки, мультфильма. То с методическими рекомендациями для педагогов и родителей. То есть, не просто фильм, а именно для педагогов и родителей фильм. Так, идем дальше. Вот тот конкурс ученических, исследовательских и творческих работ, о котором я говорила. Но он проходил в декабре и, кажется, январе и феврале. Но сейчас по этому конкурсу проводится конференция. Если вы зайдете на сайт и посмотрите конкурс, то вы там найдете ссылку на конференцию. Сейчас попробую отдельно. Вот у них отдельная эта ссылка. Чтобы зарегистрироваться, там в субботу, вот буквально завтра начнется конференция. По подведениям итога этого конкурса литературного, я думаю, будет многим интересно. И также вот на этой страничке найдете очень много уже проведенных записей вебинаров, обзоров конкурсных работ школьников. Идем дальше. Хочу уложиться во времени. У нас немножечко осталось. Еще один очень интересный проект Пироговской школы – это методический конструктор для школ «Финансовый год». Именно в рамках литературы. Интересно будет, конечно, для учителей литературы. Но я думаю, что каждый учитель здесь найдет и для внеурочной деятельности что-то свое, провести какой-то классный час или какое-то интересное мероприятие, выбрав какую-то сказку, которую, возможно, не проходят в школьной программе. И здесь будет все, проведен анализ этой сказки с точки зрения экономического. Обратите вообще внимание, вот я взяла специально пятый класс, видите, сказка опять-таки какая? Та, о которой мы говорили, сказка о рыбаке и рыбке. И как интересно здесь автор интерпретировал, даже начертил график кривой роста благосостояния старухи и сделал взаимозависимость, да, посмотрите, что от уровня благосостояния росло число желаний старухи. И вот на пересечении, да, где потеря, вот разбитое опять корыто, видите, даже построили график, вот, что желания наши, вот такие беспредельные, и попытка получить желаемое без вложений, без труда, оно приведет к разбитому корыту. О чем это говорит? Если уже брать вот пятый, шестой класс, ну, то есть детей средней школы, то мы должны им объяснять, что деньги, уже они четко должны понимать, что деньги просто так. Ну, это очень редкий случай выигрышей. И если человек не финансово грамотен, то с этим выигрышем он не сможет им распорядиться, он его точно так же быстро и потеряет. А деньги любят счет, деньги любят управление, деньги любят грамотное управление, да, то есть человек должен все время повышать свою финансовую грамотность для того, чтобы уметь управлять, не просто создавать благосостояние, а управлять своими финансами. Ну, и небольшая подборка книг для учеников пятых-восьмых классов. Причем учебно-методические комплекты вы можете получить и бесплатно на сайте Федерального методического центра высшей школы экономики. Вот она, финансовая грамотность, восьмые-девятые классы. Сейчас указочку возьму, да. Вот я показываю на вот эту книгу. Это можно бесплатно скачать. Ну, понятно, не в печатном виде, в электронном. Причем вот эта финансовая грамота, можете зайти в группу. Буквально недавно, на прошлой неделе, обзор делала этого, этой книги тоже. Она бесплатна. И в группе у нас очень много бесплатно вывешенных. Те, которые есть в свободном доступе к книг, они все в группе, ссылки на них есть. Интересная книга, которая пережила много изданий, это новые удивительные приключения в стране экономики. Раньше это было просто приключения в стране экономики. И хочу еще обратить на ваше внимание, что очень много интересных книг по именно финансовой грамотности написано не просто педагогами, а именно экономистами, учеными, практикующими экономистами. Вот та же Татьяна Попова, она экономист, это волшебный банкомат. Игорь Липсец, он экономист, он написал эту книгу первую, еще одну из самых первых книг по экономике для детей. Это конец XX века, начало 90-х годов, было первое издание этой книги. Сейчас вот появилась аудиокнига. То есть книг очень много. Тот же Боди Шефер, он коуч именно по финансам. Пусть там не совсем как бы идеально, там более идеальная такая картина, мы с дочкой недавно прочитали, это я говорю о книге «Пес по имени Мани». Но я думаю, что стоит почитать, потому что там для многих взрослых тоже будет полезно. У меня недавно пост в группе был, что деньги – это все-таки не только про экономику, деньги – это часто про психологию, про установку. Почему все-таки хорошо использовать именно сказки. Да, я здесь не все книги учитывала, да, Елен, согласна. Тоже интересная книга «Нравственная экономика». Конечно, тоже можно использовать. Особенно вот она построена именно на игровой форме. То есть все книги, обзор, сейчас их очень много. За последние там буквально 20 лет очень огромное количество. И книг, и практически коммерческие банки очень много своих проектов по обучению детей финансовой грамоте. Посмотрите «Банк Хоум. Кредит» совместно с Евгением Блескавки. Книга «Дети и деньги». Замечательное пособие вообще и для родителей, и можно для педагогов использовать. Либо еще один из проектов «Мани». Тоже есть там двое детей участвуют. Сейчас сбилась с названием. Но в группе тоже обзор делала этой книги. То есть огромное количество книг, ну вот скажем так, на любой вкус. На что еще обращать внимание? Еще раз говорю. На федеральном уровне обращайте внимание на порталы, которые разработаны Банком России. Это финансовая культура портал. Очень много для педагогов информации. И портал «Ваши финансы». Ну сейчас он чуть-чуть переделали этот портал, но там тоже много информации. В принципе, для педагогов осталось. Но часть, видимо, будут передавать федеральным центрам. Но на портале «Ваши финансы» есть библиотека. Создали теперь отдельную библиотеку. Сейчас я перейду к обзору. Ну вот для старших школьников тоже вот в методическом конструкторе «Финансовый год» можно выбрать любое произведение. И будет с точки зрения именно экономический анализ и произведение Чехова. Классика. Я думаю, вы многие читали Ильфа и Петрова. Это классика, как бы это уже для школьников, можно для студентов использовать, потому что с иронией, да, и все-таки как бы история наша, что делали с миллионами в советское время. И что еще могу порекомендовать? Ну вот опять-таки ссылка на портал «Ваши финансы». И вот она ссылка на Федеральный методический центр, это высшая школа экономики, где для учителей, учащихся 10-11 классов, но там именно идет с первого класса метод рекомендации, вы можете найти. И для средних профессиональных заведений, учебных заведений, СПО и педагогов много рекомендаций. И для детских домов много рекомендаций. Тоже на портале Федерального методического центра Высшей школы экономики. И еще у нас сейчас есть ассоциация финансовой грамотности, тоже создана недавно, развитие финансовой грамотности. Тоже достаточно много сейчас для обучения финансовой грамотности именно взрослого населения. Интересная интерпретация от Елены Владимировны Черковой. Это капитал по Синдбат-мореходу и произведениям мировой литературы. Тоже интересный путеводитель. Так, здесь, ну, кратко, да, бегло. Ну, вот рекомендую уже для старших школьников Теодора Драйзера почитать «Финансиста». Там уже больше такое, вот, с точки зрения, конечно, художественной литературы, но, тем не менее, там основы вообще работы биржи и банков, и муниципальной власти, да, ну, вот очень интересная, как бы, трактовка. Интересная книга «Самый богатый человек в Вавилоне». Ну, вообще, как бы, с точки зрения психологии, с точки зрения, ну, вообще развития своих личных финансов рекомендовала бы просто даже педагогам почитать, а не школьников. «Богатый бедный папа» есть для подростков, а есть просто для родителей отдельно, вот, без вот этого упоминания, для подростков, тоже можно почитать для собственного развития. То есть, еще раз заостряю внимание, если педагог сам не развивается и не умеет управлять своими финансами, ему будет сложно, ну, подбирать вообще и сказки, анализировать их с экономической точки зрения. То есть, еще раз обратите внимание, что практически все сказки, истории написаны экономистами. И Роберт Киосаки, один из богатых людей, уже на уровне мира, да, известный, и Боди Шефер, и наши, Татьяна Попова, Евгения Блескавки и много других авторов, они все-таки экономические, экономисты, да, то есть с базовым экономическим образованием и многие с практическим опытом именно управления финансами. Да, соглашусь, что Атлант расправил плечи, тоже можно рекомендовать. То есть, очень много литературы, ну, вот как бы с моей точки зрения я вам рекомендую ее. Еще по финансам, если брать по классике, да, вот на портале Дружи с финансами даю ссылочку, ну, пройдите тест, уже достаточно такой, ну, для старшеклассников или для вас, педагогов, тоже, думаю, будет интересный. Также в интернете сейчас очень много тестов по литературе, ну, вот самые основные обзоры за год, в принципе, в нашей группе много накопилось материалов, поэтому еще раз приглашаю в группу и презентацию, если вдруг не получится скачать с диска или вот здесь сейчас, в группе я после вебинара сразу презентации тоже вывешиваю, то есть можете заходить скачивать. Я жду вопросы, у меня как бы краткий обзор, то, что я хотела вам рассказать бегло, да, то, ну, вот во что можно уложить в час времени, я постаралась уложить, чтобы у вас в голове методически вот эта информация сложилась. Еще раз, ну, вот хочу подвести итоги. То есть для того, чтобы... Спасибо за рекомендацию, Галина, я даже, честно, эту книгу не читала, да, познакомлюсь тоже с ней. Спасибо. Так вот, кратко подведу итог. Смотрите, еще раз. То есть педагог, с чего начинаем? С изучения нормативных актов, с изучения базовых понятий, которые вы хотите преподавать, да, и только потом начинаем подбор различных учебных материалов, технологий и так далее. То есть то, что вам подойдет. Может быть, сказка это не ваша, может быть, вы будете игры разрабатывать, ну и так далее. То есть, ну, прежде всего, повышать свою финансовую грамотность. И я приглашаю сразу вас на следующий вебинар, который пройдет 11 мая. Мы будем как раз-таки разговаривать о том, как учить детей, как интересно учить детей, что такое нескучные финансы и какими базовыми компетенциями должен обладать педагог. У меня все, я жду ваши вопросы. Так, почему экономику в школе не преподают? Ну, почему же? Ее сейчас прописали во всех федеральных стандартах. Есть в разных школах, есть разные направления. Вот убегает у меня уже чат. Разные направления. Это Елена, да. Направления, именно экономические классы. Ну, я вам сразу скажу, я работала в школе, у меня есть практический опыт работы в школе, кроме вуза, да, в вузе я 22 года проработала. Я еще параллельно вела экономику в школе, ну, где-то год-полтора в девятом классе, в экономическом лицее это было. Это было еще, ну, вот, не буду там свой возраст давать, но это было еще в 20 веке, да, то есть это были 90-е годы, где-то 97-й год, 8-й, то есть и тогда еще, да, и у нас до сих пор этот лицей у нас в городе есть, и во многих других школах открылись, вот, ну, может быть, социально-экономические классы. Я думаю, что здесь экономику, но в рамках стандарта сейчас экономику можно включать и в общество знания, в окружающий мир, в математику, есть разработаны учебно-методические комплексы по математике для разных классов, в литературе, да, вот мы говорим сейчас о финансах, в истории очень много можно тоже такие вот финансовую грамотность включать, но тут уже идет именно не просто экономика, потому что экономика – это для тех, кто выбирает это направление и будет экономистом. Там гораздо сложнее вот эти все базовые понятия. А мы говорим о финансовой грамотности, которую можно вот с точки зрения именно функциональной финансовой грамотности, то есть и преподавать, и изучать, то есть когда вы можете использовать эти знания сейчас сразу же на практике, то есть пойти открыть счет, ребенок может пользоваться банковскими картами, ребенок понимает, что он, допустим, там с 14 лет может открыть уже свой личный счет, а не просто дополнительный счет, который ему открывают родители. Ну, допустим, вот я дочке открыла банковскую карту, это идет как дополнительный счет. Родители должны ориентироваться, учителя должны в этих темах ориентироваться, чтобы вы могли подсказать. Ну и, соответственно, когда ребенок подрастает, он интересуется инвестициями, он интересуется, допустим, биржей, что такое инвестиционный счет, что такое индивидуальный инвестиционный счет, что такое предпринимательство. Вот во многих школах есть именно предмет предпринимательства для детей как дополнительный. То есть здесь будет зависеть от общеобразовательной программы школы, ну и организации дополнительного образования, то есть в каких рамках они будут отдельными курсами, либо в каких-то основных курсах они просто будут включать в программы вот эти основы финансовой грамотности. Все будет зависеть от решений отдельной образовательной организации и ее образовательной программы. Есть еще вопросики? Вот пытаюсь. Так, вижу в чате, сейчас я открою. Так, запись вебинара будет с сертификатами к Татьяне Викторовне будете вопросы задавать, программами по финансовой грамотности. Так, Валентина Березина вот вопрос задает. Валентина, но вы можете зайти в группу и посмотреть, ну несколько месяцев назад в декабре у нас был вебинар, и там у меня презентация есть по обзору вот программ по финансовой грамотности и ссылки на учебно-методические рекомендации. Так, смешарики, сова, так, тетушки совы. Соответствие, что это для дошкольников сложновато. Соглашусь, смотрите, когда вы что-то показываете, вот по смешарикам зайдите на образовательный проект, вот этот пак и найдите кинопак. Там идет с методическими рекомендациями. И соглашусь, что смешарики многие серии сложноваты. И вот дошкольным педагогам все-таки лучше, ну, переделывать, да, или по крайней мере комментировать. И даже школьным, начальная школа, потому что вот у меня дочь говорит, что им в школе показывают вот эти мультики, но она не все понимает. Ребенку 8 лет. Еще раз говорю, что педагог должен не просто что-то показывать, а он должен рассказывать, комментировать. Если это не успевают делать родители, то комментировать и интерпретировать, да, то есть эти знания. А для этого педагогу нужно самому повышать свою финансовую грамотность и понимать, о чем речь вот в этих мультиках идет. Это я ответила на вопрос, это вот я пыталась ответить на вопрос Натальи Саниной. То есть не все серии, я считаю, что и смешариков, и тетушки совы подходят именно для такого возраста. Но если вы поднимете, опять-таки, базовые понятия в метод-рекомендациях, то там, в принципе, они все прописаны. Но я, например, против, когда детям, дошкольникам начинают пытаться рассказывать, ну, такие сложные вообще понятия, как биржа, налоги, вот в таком уже понятии более сложном, ипотека. То есть можно, если в игровой форме у вас получается, доступно объяснить, это да. Но если вы пытаетесь использовать что-то готовое уже для школьников, я думаю, что все-таки лучше оставить это школьникам, и то с объяснениями, и с метод-рекомендациями. Так, идем дальше. Школьники перегружены. Ну, знаете как, я бы не заставляла школьников там изучать, а вот в рамках, ну, допустим, вот младшие школьники там, какого-то классного часа, либо вообще какой-то тематический кружок. Это же есть в рамках, допустим, школы какие-то вот направления. То есть проводить отдельно. И именно грамотность, ну, не с точки зрения самой экономики и вот этих сложных понятий, а с точки зрения ребенка. Ну, объясняю на своей дочери. Вот у меня дочка сейчас подросла, да, ей интересно в буфете что-то купить. Как ребенок может обращаться с деньгами? То есть вот базовые такие понятия. Просто что-то купить, посчитать, открыть карту, чтобы, ну, вот обезопасить, да, чтобы она не потеряла там деньги, допустим. Либо через телефон оплату подключить. Хотя, если, ну, вот честно, я, у ребенка телефон без вот этой системы НФС, то есть без подключения оплаты. Но она может карточкой банковской воспользоваться. Поэтому здесь, ну, вот такие базовые понятия. Что ребенок может купить в интернете, выбрать там книжку. Дальше, какая финансовая цель? Вот у школьников, дошкольников как бы мало, малый процент карманных денег, да, это отдельная вот такая глобальная тема. Потому что здесь совместно и до, и школа должна работать с родителями. Это тоже у нас отдельная тема для там собраний или, ну, каких-то форм работы с родителями именно в области финансовой грамотности. То есть базовые вот такие понятия, которые нужны школьникам. Так, сейчас я еще раз вот с Еленой. Все должно быть немного, чтобы их не... Да, я соглашусь, еще раз говорю, что финансовая грамотность не с точки зрения глобальной экономики, что вы экономисты, нет. А именно с точки зрения вашего финансового поведения ежедневного. Еще раз заострю внимание, что сейчас очень много обманов, очень много мошенников, финансовых пирамид, очень много, ну, некачественного обучения, допустим, с точки зрения инвестиций. И если люди не понимают вот эти базовые понятия, что такое вклад в банки, и что действительно вклад в банки, допустим, застрахован, а инвестиции, да, доходность обещают выше, но и риски выше, и инвестиции в нашей стране никак не застрахованы. Ну, вот это для взрослого человека. То же самое объяснение для ребенка на его базовом уровне, как он должен уметь себя вести в магазине, да, то есть в интернете безопасность, финансовая безопасность, про пароли, про коды и так далее. Да, это попытка в мультиках, там пытаются объяснить, но я думаю, что любой мультик или фильм нужно смотреть с родителями либо с педагогами и трактовать вот эти все понятия. Я думаю, что педагогу нужно, ну, составить такой мини-какой-то план, тому же, ну, допустим, учителю, да, классному руководителю, и иногда там 5-10 минут уделять этим вопросам на классном часе. Но не проводить вот глобальное, да, обучение именно экономике. Это не то. Либо на уроках математики делать расчеты, на примерах вот задач по функциональной, там, финансовой грамотности. Посчитайте, пожалуйста, вот у вас столько-то денег, то есть у вас такой бюджет, а покупок нужно делать столько-то. И вот такие-то цены этих продуктов. Можете ли вы собрать корзину вот из этих цен? В чем плюсы, в чем минусы? Ну, вот на таких уровнях, примерах, на бытовых примерах нужно обучать именно финансовой грамотности. То же самое с дошкольниками, когда мы говорим там о первых профессиях, об игре в магазин и так далее. Ну, вот моя позиция такая. Благодарю всех за внимание. Жду вопросы. Если сегодня не успели задать, задавайте вопросы в наших группах. Я вот сброшу еще раз ссылочки на группу в Фейсбуке, если кто-то в Фейсбуке. И еще раз приглашаю всех в нашу группу ВКонтакте. И благодарю всех за внимание. Если кто-то, я не успела ответить на вопросы или вы хотите какой-то дополнительный материал, приходите, можете смело писать прям сообщение в сообществе либо под постами. Буду всем рада. Всех благодарю еще раз. Всего доброго. Рада была с вами встретиться. И жду на своих следующих вебинарах. Следующий вебинар 11 мая. До свидания.